Саламу алейкум. Тумсо, после падения режима Кадырова, какие будут отношения со спортсменами, которые его лично поддержали? Ну алейкум ассалам. Сколько польз, да, мы получили из этого. Мы узнали, что патронов у них много, это мы и так знали, но мы также узнали, что у них много наркотиков. Это, честно говоря, для меня это не было так очевидно, что их много. Саламу алейкум, брат. Как думаешь, Кадыров продал душу дьяволу? Ну алейкум ассалам. Джон Бон Джови, нет донатов. Тумсо, но ты держись. Можете ли вы из своего опыта рассказать, как себя вести, когда вас арестовывают или задерживают милиция или Кадыровцы? Что делать или не делать? Что делать? Там у тебя особо выбора и не бывает, что делать. Тебя забирают, похищают. Ты, в принципе, вы знаете, когда ты оказываешься у них в руках, ты очень быстро понимаешь правила игры. Допустим, я сразу же буквально, как только начал с ними разговаривать, я сразу понял, что ответы нет, а не знаю, они их злят, раздражают, так отвечать нельзя. И ты вот сразу же, бывает, ориентируешься и начинаешь хитрить. Ты не отвечаешь нет. Ты говоришь, ну, возможно, мне нужно подумать там об этом. Я сейчас не уверен, но, возможно, ты начинаешь как-то вот так вот отвечать, обтекаемо. А когда ты говоришь нет, то это их прям раздражает. Соответственно, раздражать их нельзя. Тебя могут за это наказать. Короче, очень быстро ты въезжаешь в тему. Но надо помнить, что, оказавшись там, ты не должен забывать, что это момент испытания, которым тебя Аллах испытывает. Нужно постоянно себе напоминать о том, что нужно это пройти достойно. Ни в коем случае нельзя говорить что-то, за что тебе будет потом стыдно. В общем, нужно попытаться как-то достойно пройти это испытание. Салам алейкум асалам. Скажи, почему чеченское общество в целом приняло имама Шамиля и сделало его имамом Чечни, но почему ингуши его не приняли? Ва алейкум асалам. Потому что на тот момент ислам уже укоренился в Чечне. Были мусульмане, были люди, желающие своего независимого государства, построенного на соответствии с тем, что не спослан над Аллахом. То есть, на шариате Аллаха. Поэтому и религиозно, и политическое общество чеченцев было уже на тот момент готовым, созревшим для такой борьбы. А ингушетии не было общества готового к этому. Ингуши, наоборот, до этого присягнули Российской империи. Часть их общества была даже христианским. Поэтому ни религиозно, ни политически, тем более, они не были готовы к подобной борьбе. Хаджимурата голова тоже, значит, хранится в Питере? Да, лежит в музее, в пункт-камере. Я думал, только мы ходим, не можем до сих пор добиться возвращения голов казахских воинов, которые в свое время мочили царское войско каратин. Нет, голова Хаджимурата лежит в Питерском музее, в пункт-камере. Брат, расскажи про дагестанского чинушу, который на совещании с коллегами говорил подкидывать наркотики оппозиции. Я знаю, что не новость то, что они так делают, но он спалился и ничего ему, ничего ему, ничего ему, не сделали ему за это. Хотел написать. Да, кстати, это тоже новость, которая сегодня взорвала Иннет. Я сделал это, подготовил это видео, давайте посмотрим. Это, если кто не знает, этот Хезри Шахзаидов, он коллега Даудова, он председатель парламента дагестанского республики. Республиканского народного собрания. И здесь он говорит, что, типа, мы, ну, как они будут бороться с своими политическими оппонентами. Патронов говорит у нас много, наркотиков говорит тоже много. Очень важный момент, у них много наркотиков. Сколько польз, да, мы получили из этого. Мы узнали, что патронов у них много, это мы и так знали, но мы также узнали, что у них много наркотиков. Это, честно говоря, для меня это не было так очевидно, что их много. Наркотиков тоже, оказывается, много. Будут, говорит, подкидывать, сажать тюрьмы, фабриковать дела. Вот, но это тоже для нас не новость, что они подкидывают и сажают. Для меня новостью было только то, что этих наркотиков у них много. Он, конечно же, сразу же сказал, что это смонтировано, эти слова он не говорил. Просто взяли, значит, его картинку, на это наговорили что-то от себя и это, типа, сопоставили, смонтировали. И тут все стало на свои места. Да, мы сразу же поняли, где правда. Мы снова вернулись к исходникам и поняли, значит, что патронов у них немного, их мало. Наркотиков у них тоже немного, их мало. Соответственно, подкидывать они их никому не будут, потому что себе не останется. Они им тоже нужны. В общем, вот таким образом он опроверг. После просмотра этого видео хотелось спросить, не дружит ли он случайно с совместителем министра внутреннего отдела Кадыровской Чечни Аптия Лаудиновым. Он где-то за лет 6-7 до этого говорил приблизительно то же самое в Чечне, в Русмартане. Тогда он говорил, что мы, значит, я отдал приказ начальнику РОВД Русмартановского района, что, типа, если и надо, подкидывай наркотики в карман, сажай их в тюрьмы. Такое ощущение, что они на связи с ним. А то мы думаем, куда этот Лаудинов по кличке Желтые Штаны у нас пропал. А он, оказывается, в Дагестане гостит у своего друга Хезри Шахзаидова. Брат, ты за парламентскую или президентскую систему управления независимой и свободной чечни? Ну, у нас действующая система была парламентско-президентской. Я не знаю, я, честно говоря, об этом не думал, что для нас лучше. Я однозначно против парламентской или президентской. То есть, я бы выбирал между парламентско-президентской и президентско-парламентской. Но чтобы было именно... То есть, вопрос стоял в том, у кого будет больше полномочий. У парламента будет или у президента. А не так, чтобы она была чисто президентской или чтобы она была чисто парламентской. Это мне не очень нравится. Я думаю, и не совсем это нам подходит. А вот вопрос между парламентско-президентской и президентско-парламентской. Здесь нужно дискутировать на эту тему. Действующая конституция у нас парламентско-президентская. То есть, у парламента превалирует полномочия. У них как бы больше. Стоит ли это исправлять и делать ее президентско-парламентской? Ну, это открытый вопрос. Не знаю. Салам алейкум. Ну что, после падения режима Кадырова, какие будут отношения со спортсменами, которые его публично поддержали? Ну, алейкум асалам. Вы помните слова Колчака? Что значит, не ругайте этих артистов, кучеров и женщин легкого поведения. Они служат любой власти. Кучеров сейчас заменили же спортсмены. Поэтому они приспособятся к новой власти и будут ее восхвалять. Если к власти не придет какой-нибудь человек принципиальный, который не позволит себе вылизывать срамные места, то присосутся и туда. Салам алейкум, брат. Как думаешь, Кадыров продал душу дьяволу? Алейкум ассалам. Конечно, продал. Да, я думаю, что он продал. Причем, вполне в прямом смысле. В прямом смысле, я думаю, что даже эта сакральная сделка, она тоже там была осуществлена. Салам алейкум, брат. Продолжение следует...